Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником! Сегодняшний праздник Богоявления имеет неприходящее значение во все времена для всех жителей Земли. Хотя мы сегодня говорим, что мы вспоминаем то событие, которое произошло на реке Иордан, когда Христу Спасителю исполнилось 30 лет. И он со всем народом иудейским, который приходил на Иордан, слушая проповедь Иоанна Христителя о необходимости приготовить путь для Мессии. Но этот путь следует приготовить, исполняя покаяние и совершая плоды достойной покаянии. Поскольку Мессию, Спасителя, можно было принять только чистым сердцем. И люди приходили из разных мест, осознавая свои прежние прегрешения, проступки. В реке Иордан омывали видимым образом, совершая омовение и погружение в реку Иордан. Это был символ. Под внешним омовением люди внутренне очищались от своих грехов, искренне каясь в своих прегрешениях. Христос Спаситель не нуждался в покаянии, поскольку Он является Богом, Сыном Божьим. Он пришел для того, чтобы исполнить правду Божию. Он пришел для того, чтобы вместе с народом помолиться. Он пришел для того, чтобы Бог Отец засвидетельствовал о Своем возлюбленном Сыне. И, войдя в реку Иордан, пророк и креститель Господень Иоанн увидел разводящиеся небеса и Духа Божьего, сходящего на Сына Человеческого в виде голубя. И Он, и люди слышали гром, как они потом говорили. Но это были слова Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Вот таким образом явилась живоначальная Троица миру. Бог, Сын, сошел в реку Иордан. Дух Святый в виде голубя сошел на крестившегося в реке Иордан Иисусе Христе. И Бог Отец засвидетельствовал громким голосом о том, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Христос Спаситель принес на землю Свою божественную благодать, божественную энергию, которая вдохновляет и животворит каждого, кто живет на земле и искренне обращается к Богу. Эта божественная благодать из поколения в поколение передается людям. И церковь является хранительницей этого благодатного дара. И мы с вами сегодня совершили освящение воды. Бложественная благодать осветила воду. И она с сего дня и с сего момента несет уже людям особые качества. Несмотря на то, что она не изменила своего существа, она осталась водой, но она теперь наполнена божественной благодатью и будет целить каждого, кто будет прикасаться, мазаться, причащаться этой святой водой. Конечно, мы, верующие во Христа, говорим о том, что Господь всегда пребывает на земле. Только однажды Господь Бог оставил Своего Сына, возлюбленного, на мгновение, когда Он находился на кресте накануне Своей смерти. И даже Сын Божий, ощутив эту богооставленность, водопил на кресте, «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Жуть и трепет охватили Сына Возлюбленного. На кресте совершилось величайшее домостроительство человеческого рода. Не в реке Иордан омыл Христос Васитель грехи всего мира, а на кресте, на Голгофе. Он понес грехи всего человечества на Голгофу. И там совершилось домостроительство, спасение человеческого рода. А сегодня в реке Иордан Господь, исполняя, как Он потом говорил Своим ученикам и апостолам о том, что Ему надлежит исполнить всякую правду, Он действительно исполнил ветхозаветный закон. Он не выходил на проповедь ранее надлежащего времени и возраста, а достигнув 30-летнего возраста, приняв крещение в реке Иордан, и получив особое благоволение и благословение Бога Отца, выступил на проповедь спасения человека, на проповедь Евангелия, неся людям благую верность. Сегодня соединилось небо и земля. Сегодня Богоявление Господне, которое свидетельствует всему миру о том, что Господь всегда пребывает с нами. Хотя мы, православные христиане, в отличие от людей далеких от Церкви, гораздо чаще встречаемся с Богом. Мы призваны чаще встречаться с Богом. Но сегодня, как и в те времена, когда нас крестили в Таинстве Крещения, и наши восприемники пели вместе с Церковью «Елицы во Христа, креститесь во Христа, облекутся». А сегодня вся полнота православной Церкви возглашает этот гимн. Все, кто крестились во Христа, должны облечься во Христа. И это обличение во Христа у некоторых занимает определенное время, а у некоторых всю жизнь. Всю жизнь мы должны стремиться к тому, чтобы не только однажды крестившись остаться таковыми, но крестившись мы должны облечься во Христа. Это процесс нашей жизни. Наше стремление – жить с Богом и во Христе. А мы, христиане, православные, счастливые люди, потому что мы не только однажды можем креститься во Христа, мы можем прикасаться и принимать в себя самого Христа в Таинстве Святой Евхаристии, причащаясь под видом вина и хлеба тела и крови Христовой. Наверное, теснейшего союза и единения с Богом уже нельзя даже подумать или придумать. Мы – счастливые люди, потому что с нами Бог. Как некогда воспевал Святой Пророк Исаия – с нами Бог. Разумейте язык и покоряйтесь, потому что с нами Бог. И сегодня, в этот день Богоявления, я думаю, что никто не сомневается, приходя в храм и принося с собой какие-то емкости и сосуды, мы верим, что действительно мы получим этот Божественный дар, освященную в воду. Каждый, я думаю, приходит сегодня в храм и понимает и осознает уже не то, что на подсознательном уровне, а уже становится нашей реальностью, то, что мы сегодня прикоснемся к этой Божественной благодати. вера вдохновляла и вдохновляет людей, живущих на земле. Вы знаете, рассуждая о Богоявлении в Святой Воде, конечно, мы должны иметь всегда веру, веру в Бога, веру во Христа Спасителя, который ради нас и ради нашего спасения пришел на землю. Вера должна быть основой нашей жизни. Вы знаете, я сегодня, размышляя о празднике Богоявления, вспомнил, как однажды в одном селе священник призывал своих верующих людей помолиться о несбославии и дождях, потому что долго не было дождя в том селе и вообще в округе. Но он предупреждал своих прихожат, вера должна быть у нас. Не будет веры, не будет дождя, как бы мы ни молились. Вера есть основа нашей жизни, основа нашей молитвы. Давайте будем молиться, хотя уже долго не было в этом районе дождей, и люди уже действительно переживали и волновались за то, каким будет урожай. Просили священника помолиться, но он, понимая, что люди ослабли, призывал всех верить. Будем молиться, значит будет дождь. Будем молиться, не зайдет благодать, а не отступит воду. И вот однажды, после очередной молитвы, он попросил всех верующих людей, своих прихожан, давайте, говорит он, будем молиться каждым у себя дома, а не в послании дождя. А через неделю все вместе придем, и мы тогда все вместе еще и еще раз помолимся, а не в послании дождя. Верьте, что если будет у нас искренняя вера, то Господь действительно не спошлет нам дождь. Через неделю все прихожане собрались в храм, а священник обратил на них внимание и говорит, братья и сестры, ну вот веры у нас нету. Как говорят они, нету веры? Мы же пришли для того, чтобы помолиться о неспослании дождя. И священник говорит, знаете, если, к сожалению, веры нет у вас, братья и сестры. Вот если бы у вас была вера в то, что мы помолимся и пойдет дождь, то вы бы все сегодня пришли с зонтиками. А вы никто не принес зонтики. Да? Интересно. Нету веры у нас. Но вот сегодня у нас люди приходят с емкостями, с баками, с ведрами кто-то. У нас действительно есть вера. И мы верим и надеемся, что Господь слышит нашу молитву. Вот настолько сегодняшний праздник является массовым таким проявлением нашего единства с Богом. Проявление искренней веры наших людей в Бога. И Господь, видя нашу искреннюю веру, мисс посылает нам свою божественную благодать. Мне хочется пожелать, чтобы эта вера всегда была очень твердой и крепкой в наших сердцах и в нашем сознании. Верьте всегда. С нами Бог. Разумейте язык и покоряйтесь, потому что действительно с нами Бог. И если будет жить в нас вера в Бога, то Господь никогда не оставит нас. Сегодня Богоявление. Сегодня Господь пришел на землю и видимым образом проявляет людям свое божественное благоволение. Хочется пожелать, чтобы эта вера в каждом из нас всегда жила и была главным двигателем нашей жизни, наших дел. Ну а мы будем стараться жизнь свою проводить так, как призывал святой пророк, пресеча креститель Господень Иоанн. Покайтесь, говорил Он, ибо приблизилось Царство Небесное. Да и Христос, Спаситель, выйдет на проповедь. Первые слова произнес людям. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Пророк и креститель Господень призывал у людей не только верить, но и сотворить плоды достойной покаяния. Не только каяться, не только говорить и осознавать, что я грешный, но принести должны мы плоды достойной покаяния. И вот тогда будет действительно подлинное единение наше с Богом. И мне хочется пожелать, чтобы этот праздничный день Богоявления был и являлся началом нашего преображения. И пусть Господь помогает нам на нашем жизненном пути облечься во Христа. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка.